Внезапная тревога 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 Короткое построение Отдача боевых распоряжений Распределение колонн И марша Сначала в район сосредоточения А там много приказ Кому и куда Одни на своей боевой технике Сразу следуют на полигоны Другие на железнодорожной станции Для погрузки техники Впереди сотни километров. Военным предстоит пройти комбинированный марш. С восточного военного округа Далматинской области 900 километров пути. Также и с южного округа аналогично 900 километров. Итого, масштаб преодоления 1800 километров. Все генчасти сухопутных войск приведут в высшей степени боевой готовности. Проведены мероприятия по подготовке вооружения техники к совершению марш-акомбинированных способов. Всего задействованы 17 шалонов. Все станции разгрузки и погрузки задействованы в этом районе. Вот сейчас мы разгрузили технику регионального командования Восток. Они ушли на марш. Сейчас ожидаем технику регионального командования Юга. 10 тысяч военнослужащих, более 20 подразделений сухопутных войск, 2000 единиц техники. Основные события развернутся в военном учебном полигоне Коктал. За передвижением войска пристально следят штаби. Здесь командующие получают задания и докладываются о готовности. Для учения тема выбрана особо актуальная. 21 век. Современные вызовы нарастают во всем мире. К примеру, террористические и экстремистские организации несут угрозу для многих стран. Наша страна должна быть готова ко всему. Ведь не зря говорят, хочешь мира, готовься к войне. Руководство военного ведомства активно внедряет принцип состязательности в боевой учебе. На многих этапах военных учений Айболта проходили необычным способом, в двухстороннем формате. Против группировки, которая составляет количество свыше 10 тысяч человек, свыше 2000 брони и автомобильной техники, действует около 200 человек разведполк, который врос в обстановку, уже почти месяц изучил все эти горы и работает очень уверенно за противника. Это заставляет наших командиров очень сильно напрягаться, принимать решения обдуманно, взвешенно, так как постоянно идет противодействие противника. Тяжело в учении, легко в бою. Каждый военнослужащий, выполняя задачу, оттачивает мастерство и профессионализм на военном покрище. Они отработали встречный бой и ведение мобильной обороны. С воздуха оказывала поддержку команда десантников. На этих учениях нашему личному составу была поставлена задача роль террориста. Не с этой задачей мы прибыли в августе месяце в полевой учебный центр Коктал, чтобы изучить горную местность, где будем действовать в роли террористов. С этой задачей мы справились. Были все ущелья, все дороги, которые ведут сюда на учебный центр, были изучены. Следующее, нам было поставлено задача отращивать бороды и форму одежды, привести их в соответствие как незаконное вооруженное формирование. Второй день учений – это время, когда на полигон стягиваются все войска. С момента их прибытия у них начинается новый отчет времени. На все про все не более часа. Нужно подготовить процесс разгрузки. Танковая бригада совершила тысячекилометровый комбинированный марш из города Семи в Алмантинскую область. Танки Т-72 уже с полным боевым комплектом, баки заполнены под горловину. Солдаты обустраивают полевой лагерь, маскируют техникум. Внезапное учение для начинающих, а их абсолютное большинство – первые по-настоящему серьезные испытания за недолгую армейскую биографию. Чем больше будут выполнять команды по выполнению огневых задателей, тем больше опыта. Вот тот лейтенант, который выпустил, он еще ничего не знает. Он прошел 10-20, два раза поэнтопа ломался, два раза туда-сюда, он уже все начинает соображать. Что делать? Он уже читает карты. Этот полигон, он для пехоты незнаком. Танки, БМП, они здесь не проводят. Они нужны аппарат, слез. А это полигон, верно, десантерный полигон. Только десантерный полигон. Общепринято считать, что в первых рядах всегда идет разведка, но на самом деле первыми на рубежи идут именно инженерные войска. Они дорогу разминируют и прокладывают путь по любой непроходимой местности. И как в данном случае, организуют переправу через реку. Ведь не зря у этих бойцов очень простой и показательный девиз. Сначала мы, ну а потом уже вы. Талонна аэромобильных войск движется через Копчегайскую плотину водохранилища на военный полигон Коктал. Однако их настигает новое испытание на пути мост, с помощью которого они должны были пройти, захвачен террористами и готовиться к взрыву. Срок выхода в Коктал не отменяется. Они должны быть в назначенное время в назначенном месте. Командующий принимает решение пойти по другому пути, форсировать реку Или, и тем самым появляется возможность обойти мост, который готовится к взрыву. Для этого было выведено саперное подразделение. В течение получаса устанавливают понтонный мост и успешно проводят по нему военную технику через реку. Мы должны выполнить всегда приказ Верховного Главнокомандующего на любой зарождающейся экстремистскую выходку, нанести мощный удар, чтобы у противника даже не было мысли продолжать эти проявления. И мы к этому готовимся. Этап 3. Организация боевых действий Популярная игра по импу. Это экстремальная игра, состоящая из коротких игровых периодов, в ходе которых игроки двух команд стреляют друг в друга из специального пневматического оружия. Все больше молодых людей становится поклонниками этого захватывающего вида спорта. Здесь все как в реальном бою. Есть как нападающие, так же и те, кто сидит за сцены. Чтобы определить противника, команды одевают два разных вида спецовки или хоть как-то обозначают ту надлежность той или иной команды. Но это всего лишь игра. В реальном бою все иначе. Современные войны не похожи на войны прошлого времени. К примеру, существует такой термин в военном деле, как дружественный огонь. Его значение – огонь по своим, при проведении военных операций. По ошибке, случайно. Попасть под такой огонь весьма вероятно в боевых операциях с участием большого числа своих и чужих. Так, например, истребители коалиции по борьбе с террористической группировкой «ДАИШ», возглавляемой Соединенными Штатами, по ошибке нанесли авиаудар по позициям иракских сил народного ополчения вблизи Багдада. В результате бомбового удара погибли два добровольца. Была также уничтожена фабрика по производству боеприпасов и запас вооружений, находившийся на ее складах. Поэтому организация ведения боя колоссально важна, даже при проведении учений. Внимание! Экипажи по местам! Мобильность подразделений на поле боя и умение ориентироваться на незнакомые местности в быстро меняющейся тактической обстановке, принимать оперативные и верные решения, а также грамотно организовать бой в особых условиях – таковы требования для современного командира. Сейчас получите координаты опорных пунктов, которые будут занимать войска. Обеспечить выдвижение войск в горный район. Так понял? Ты понял задачу? Так точно. Каждому подразделению определяются свои боевые задачи. Для успешного взаимодействия между различными группами войск при проведении боевых действий по уничтожению противника. Здесь все должно быть рассчитано четко. Каждый командир знает до секунды время и место выдвижения своих солдат. Принятие решения. Всестороннее обеспечение и планирование боевых действий – это главные элементы третьего этапа учения. Этап четвертый. Тактические эпизоды. Чтобы победить противника, нужно точно знать, где он находится, что делает, каков характер его оборонительных сооружений и заграждений, Какие действия он намеревается припринять. Лишь при этом условии можно правильно рассчитать, где, чем и как нанести ему поражение. Только тщательная, активная, непрерывная и целеустремленная разведка способны обеспечить получение подобных сведений. На четвертом этапе задачей наших войск было выявить, где находятся противники. Определить точно район их дислокации, блокировать этот район и осуществить уничтожение противника. Три бригады сформировали три кольца. Противник оказался блокированным нашими войсками. Действительно, воевать в городе Кустаковске на горной местности очень сложно. Особенно техники. Проходимость низкая. И очень много приходится выполнять задач в пишем порядке. Поэтому здесь вот мы, когда блокировали боевиков, сначала, насколько возможно было, мы выдвинулись на технике. Затем технику оставили, охрану оставили. И личный состав поднялся, подразделения поднялись пешком на вершины гор. И на этих вершинах гор заблокировали законы вооруженного формирования. Но самое главное задача была их окружить и дать им выйти. Затем мы сжимали кольцо, сжимали кольцо и выгоняли этих боевиков в районное уничтожение боевиков. Там мы их создали второе внутреннее кольцо. И в этом кольце одна оперативношковая группа завели его, развернули, перегонили. Пятый этап. Инструкторские методические занятия с командующими. Вы молодцы! Вы хорошо действовали! У нас есть армия! И она готова! По любым задачам! Готовьтесь! Завтра главный экзамен! Оружие вычислить! Оружие приготовить! Экипировку подогнать! Подразделение действует в мобильной обороне, постоянно перемещаясь по полигону. Выстрелы и взрывы практически не смолкают. Но при этом никакого беспорядка. Каждый четко знает свою задачу. Здесь сосредоточены 15 батальонов. Таких масштабных учений в Казахстане еще не проводились. Когда на узком горном пространстве невозможно развернуть весь состав бронетехники, весь состав орудий. И поэтому мы, разделив эти силы, достигли необходимой плотности огня за счет непрерывного воздействия огневого на противника. Сперва в бой выдвигается авиация. Вслед за этим пошла артиллерия системы залпового огня «Град». Она наносит удары по целям противника, дальность действия которого достигает 20 километров. Вслед за огневым валом пошла бронетехника. В четыре волны выстроились 15 батальонов, куда входили 13 танковых и два мотострелковых батальона. Таким образом, образовалась карусель. По кругу наши войска громили врага не прекращая, пока противник не был уничтожен. После чего три десантных штурмовых батальона на «Хаммерах», «БТРах» и на парашютах по перепаханному снарядному полю проехали для зачистки местности. Над всей этой картиной в небе кружили беспилотники. Изображение их попадало прямо в командный пункт. Именно оттуда можно было наблюдать всю картину происходящего. За маневрами пристально наблюдал министр обороны. Только с такого внушительного расстояния можно составить полную картину того, что происходит на полигоне. Десять дней военных учений Айболта продемонстрировали, что боеготовность военнослужащих и техники – профессионально отточенная группа войск. Оперативный переброс техники сможет оборонять наши границы и защищать от любого врага. Ведь каких-то 15 лет назад о таком масштабе, о такой мощи и о таких возможностях армии можно было только мечтать. Да, казахстанская армия смогла, можно сказать, восстать из пепла, из руин. И учения, прошедшие в этом году, являются крупномасштабными и они подтверждают тот высокий уровень, которого достигла современная казахстанская армия. В те годы мы, офицеры, не могли представить такое, могли мечтать, конечно, но представить именно, что наши вооруженные силы достигнут такого уровня, что нами будет восхищаться не только в нашем регионе, но и во всем мире нашей мощью. И считаться с нашей военной мощью – это действительно огромное достижение для нашего молодого государства. Шестой этап. Возвращение в пункты постоянной дислокации. Командующие получили новые навыки, а чтобы их закрепить, был запланирован шестой этап. На самом деле, это тоже очень сложный процесс учения. Здесь также важна разработка карт для организации тех же платформ и путей. Нужно наладить связь, чтобы по дороге домой никого не потерять. Благодаря перегруппировке в новый кризисный район, все военнослужащие вернулись в постоянные пункты дислокации. Учения подошли к своему завершению. Итоги этого крупномасштабного мероприятия подведены. Министр обороны Манголит Асмагомбетов оценил учения как хорошо. Главная цель однозначно достигнута. Уровень обученности личного состава и укомплектованность воинских частей техникой позволяет выполнять любые поставленные задачи. Безусловно, в таких крупномасштабных учениях допускались и ошибки. Но это лишь позволит проанализировать ситуацию, сделать вывод и положить в основу разработки новых сценариев военных учений. Субтитры создавал DimaTorzok